В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня – сектор без газа. Жилой комплекс на Михайловском шоссе этой зимой может покрыться льдом. Инвестиционный спик. Правительство Рязанской области расширяет возможность региональной фармацевтики. Оскар в Скопине. День учителя в одной из школ превратился в церемонию награждения. Новый жилой комплекс счастья на Михайловском шоссе пока приносит собственникам квартир одни лишь беды. Дом был сдан в августе этого года, после чего жильцы получили ключи от своих квартир. Однако до сих пор в здании не подключен газ. Некоторые семьи уже заехали в дом и попросту замерзают от холода, поскольку в жилом комплексе газовое автономное отопление. Кто же должен обеспечить жителей теплом и горячей водой? В этом мы постарались разобраться. В конце августа этого года радостные новоселы жилого комплекса «Счастье» начали получать ключи от своих квартир. В доме было готово практически все, только вот газоснабжение не работало. Застройщик на пару с управляющей компанией заверили, что до 10 сентября все будет сделано. Люди поверили и подписали договоры, однако газа в доме так и не дождались. Здесь уже живет больше, чем одна семья и живут с маленькими детьми. Вопрос в отоплении. То есть они отапливаются обогревателями своими. Вода у них только холодная. Как они ее греют, я даже не представляю. То есть горячая вода у нас, индивидуальное отопление, соответственно, горячая вода подается от котла. Газовое оборудование в квартирах, в доме и на улице готово. Однако трубы снаружи здания просто не соединены. Люди не только замерзают, но и переживают о вероятных последствиях. Вода уже в системе, вода уже стоит. Соответственно, сейчас будет минус 2, минус 3, трубы все полопаются, котел также весь накроется и придется вскрывать те же самые полы, которые уже залиты. Многоэтажка 19 этажей и потом найди, где этот прорыв произошел. То есть это очень большая проблема. Жильцы долгое время не могли разобраться, в чем причина задержки газификации. Как они говорят, управляющая компания винит застройщика, тот кивает на Горгаз и Межрегионгаз. Круг замыкается. Правду? Мы хотим просто правду. В чем дело? Вы нам скажите, вообще не будет газа. Вообще, закрывайте все и все. Мы тоже будем как-то биться, добиваться или что-то делать. Здесь живут семьи с детьми. Люди купили за последние деньги. Снимать квартиру им не на что. Они с этим домом нас так подвели. И пошла я сюда, потому что я не смогла за отопление платить сумасшедшие деньги. Пошла индивидуальное отопление, чтобы меньше платить. Все-таки на пенсии. Управляющая компания убеждает собственников подписать договоры с газопоставщиками. Иначе газа не будет. В доме 189 квартир. Не каждый собственник на месте. Не получится 189 договоров подписать в одно время. Они говорят, в течение двух-трех дней подпишите, значит Горгаз займется этим делом. Застройщик напрямую сказал, что не наши больше проблемы вы ключи получили, решайте теперь сами. Прямо ответ от застройщика. Собственники не могут понять, почему сам застройщик не газифицировал дом при сдаче. Оказалось, у него не было на это разрешения. Нам ответ пришел уже от зеленого сада, что у застройщика не было лицензии на момент сдачи квартир, передачи ключей. У него все еще не были готовы лицензии на подключение газа в принципе. В результате огромного количества обращений во все инстанции жильцам удалось добиться совещание по их вопросу в городской администрации. Там присутствовали все заинтересованные стороны, кроме застройщика. Застройщик, который строил эти дома, этот дом, не заключил договор на газоснабжение от себя, как юридического лица, а передал жильцам данные квартиры в пользование. Это сделано в принципе на законных основаниях, но сильно усложнило процесс, потому что вместо одного договора с юридическим лицом сейчас необходимо заключать 200 договоров с физическими лицами. На этом совещании мы выработали дорожную карту решения проблемы. Все службы готовы помочь. И я думаю, что если жильцы в ближайшее время сорганизуются и дадут управляющей компании доверенность на заключение договора газоснабжения, то в ближайшее время, прогнозирую, дней 10-15, газ квартиры будет дан и, соответственно, будет тепло и горячая вода. Несмотря на то, что данный случай является уникальным, управляющая компания может принять доверенность на подключение и обслуживание газа даже от тех людей, которые находятся в отъезде, чтобы тепло в доме появилось скорее. Там вообще застройщик должен делать резификацию. Мы сейчас просто всеми силами помогаем, потому что вообще резификацию делает застройщик. Но должны уже вот-вот запустить. Мы помогаем запустить. Я думаю, что в ближайшие несколько дней запустим. В то время как сотни людей пытаются решить такую важную проблему, застройщик ООО «Строительный комплекс Михайловский» не видит в своих действиях ничего предосудительного. Смотрите, я же не первый, допустим, дом построил, да, и, грубо говоря, всегда у нас этот самый пуст газа был через управляющую компанию. Как пояснили в администрации города, застройщик несет все репутационные риски. Тем временем, собственники квартир вынуждены не только замерзать, но и переживать о том, сохранится ли теперь их ремонт. Штукатурка не сохнет, появляется плесень. А ведь некоторые для отделки своей квартиры специально подгадывали отпуск. Своими силами они потихоньку начинают. Бригады, опять же, не соглашаются, потому что есть гарантия работы. Они не могут начать, потому что, опять же, плесень, не сохнет ничего, и в итоге все стоит на месте. У меня работают три обогревателя, ничего не высыхает, у меня сантиметровый слой сохнет третью неделю. То есть я не могу ничего делать, заканчивается отпуск, и все, я не знаю, что делать. В данный момент из этой ситуации есть только один выход. Жильцам необходимо перестать сомневаться в намерении управляющей компании и администрации помочь им и действительно подписать все 189 договоров. Тогда проблема будет решена. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С сегодняшнего дня в Рязанской области введена обязательная вакцинация. Соответствующее постановление регионального управления Роспотребнадзора было опубликовано 6 октября на официальном сайте. Нет, не пугайтесь, этот документ касается не всех. Обязательные прививки необходимо сделать работникам торговли, парикмахерских, а также сферы общепита. Привиться без отговорок теперь придется работникам клиентских подразделений МФЦ в сфер культуры. До 1 ноября не менее 80% сотрудников должны быть привиты первым компонентом, а вторым – не позднее 1 декабря. Правительство Рязанской области заключило выгодный инвестиционный контракт в области фармацевтики. Об этом губернатор Николай Любимов заявил на правительстве. Он отметил, что портфель инвестпроектов в фармопроизводстве Рязанской области составляет сегодня порядка 20 миллиардов рублей. А это новые развития и рабочие места. Подробности далее. Таких грандиозных контрактов на производство до 4 октября в России не получал еще никто. Рязанская фармацевтика теперь вполне может претендовать на приставку БИК. Большой фарма стала после подписания специнвестконтракта, сокращенно СПИК 2.0. Между компанией Скопинфарм и федеральных Минпрома и Ростеха. Его суть в производстве шести уникальных препаратов для лечения онкологии. Какие именно лекарства теперь будут производить рязанские фармацевты, Николай Любимов на правительстве не уточнил, зато позже обозначил общую сумму вливаний фармацевтику. Порядка 20 миллиардов рублей, из которых 3 600 приходится как раз на Скопинфарм. По меркам страны цифра внушительная. Ну и соответственно это означает дальнейшее развитие фармацевтического производства на территории Скопина, Скопинского района и Рязанской области. Очень важный инвестконтракт. Еще раз повторюсь, мы первые его подписали в стране. За ним, конечно, последуют и другие, я уверен. Но тем не менее, это очень важно. Это очень важно для развития и социальной сферы, и экономики Рязанской области. Конечно, СПИК 2.0 подразумевает наличие первого. И он тоже есть. В Скопине уже строят завод полного цикла по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека. Этот проект тоже с приставкой СУПЕР на 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Новый контракт со Скопинфармом был подписан в Геленджике на форуме Биотехмед. Темой номер один которого, естественно, стал коронавирус. По этому вопросу Николай Любимов на правительстве тоже высказался. Темнологическую ситуацию в регионе специалисты Роспотребнадзора оценивают как стабильную и полностью контролируемую. Показатель заболеваемости в нашем регионе ниже, чем в среднем по России, на 25,6%. Очень хочется надеяться, что в дальнейшем у нас не будет ухудшений. И пока не стоит у нас вопрос об ужесточении ограничений. Но решения, которые продолжают действовать в регионе, ограничения, которые действуют уже не первый месяц, должны четко выполняться. Тотального запрета в регионе, конечно, не будет, но ограничений станет больше. Это не только усиление масочного режима в общественных местах, но и отстранение от работы непривившихся сотрудников в сфере обслуживания, торговли, ЖКХ. Срок укола первой вакцины для них 1 ноября. Максим Васильев, телекомпания «Город». Вернемся из Геленджика, собственно, в сам Скопин. Здесь, в средней школе номер 2, по-особому отметили Всемирный день учителя и вручили преподавателям самые настоящие Оскары. Кто выглядел ярче, остальных расскажут наши коллеги из Копинской телерадиокомпании Верда ТВ. Именные звезды, красная дорожка и воздушные шары. В преддверии Дня учителя праздничную программу с таким названием для своих педагогов подготовили учащиеся старших классов. Инициатор идеи, ее организатор 11-классница Наталья Синицына уверена, что их старания увенчались успехом. Сегодняшнее утро прошло максимально положительных эмоций. К этому мероприятию мы готовились месяц. И это стоило всех наших трудов, потому что всем учителям очень понравились фотозоны, звезды на потолке, наши уроки. Мы с ребятами на славу потрудились. И я рада, что у нас все получилось. В понедельник уроки в школе вели старшеклассники. Ребята примерили на себя профессию педагога. Ну а строгие наставники и виновники торжества с удовольствием наблюдали за всем происходящим. Весь холл был украшен прекрасными звездами, на которых были имена наших учителей. Звезд второй средней школы. Мы все прошли про красные дорожки и сфотографировались с нашими прекрасными звездами. Школьное самоуправление – вещь серьезная. К своей новой миссии 11-классники отнеслись со всей ответственностью. Урок истории в 9-м и 10-м классах провела Татьяна Кришкова. Этот предмет она выбрала не случайно. Совсем скоро ей предстоит сдавать историю на едином государственном экзамене. Я сегодня являюсь дублером учителем истории. Сготовилась вчера весь день к своим урокам. Надеюсь, что все хорошо прошло. Ну, как ребят сказали, что им понравилось. Вела уроки у 9-го и 10-го классов. И они просто счастливы, что я у них являюсь учителем. Я сама счастлива, что попробовала себя в роли учителя, потому что мне кажется, эта профессия мне тоже подходит. Продолжением праздничного дня стал музыкальный сюрприз для педагогов школы. В этот день на сцену актового зала 2-й средней преподаватели приглашали звезды Голливуда. Каждый из учителей получал свою символическую статуэтку «Оскар» как знак благодарности за труды. Хочу сказать всем спасибо ребятам, их родителям за то, что они организовали для нас такой праздник. Еще раз всех хочу поздравить с праздником, здоровья, счастья, вдохновения. Педагоги 2-й средней держат высокую планку в системе образования Скопина. За их оптимизм, мудрость и верность профессии их любят дети и уважают родители. Их творческий подход к организации образовательного процесса позволяет достигать высоких результатов. Алевтина Быкова, Дмитрий Васильченко, Городские новости. В Рязани 4 октября открылась выставка продажи икры и камчатской рыбы. Уже с момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Рязанцы хотят попробовать дары камчатского края. Напоминаем, что выставка работает перед торговым центром «Премьер» рядом с центральным входом. Аппетитный палтус белым, как лист мясом и красный чавыч. Такое разнообразие цветов и ароматов ждет рязанцев на выставке продажи икры и камчатской рыбы. И речь идет не только о двух водоплавающих. На выбор горожан представлено аж 35 видов свежей рыбы. А почему здесь решили купить? Чавыч пользуется буквально бешеным спросом у рязанцев. Не зря эту рыбу называют коронным продуктом камчатского улова. То же самое можно сказать и про остальные виды рыбы. Дары камчатки – это не только вкусная рыба и икра, но и источник витаминов этой осенью. Например, та же икра богата фолиевой кислотой, витаминами, микроэлементами и полезными для организма аминокислотами омега-3 и омега-6. Продавцы уверяют, что состав натуральный – только икра и соль. Да и слово «натуральный» применимо ко всему ассортименту. Продавцы в товаре уверены и работают быстро, чтобы обслужить большой наплыв покупателей. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 9 октября включительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страницах в соцсетях. Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное, свежие и деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа с 4 по 9 октября. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok